Друзья, ровно 4 года назад у Май обещала пригласить меня в Тляратинский район. И, наконец, это свершилось. Да, наконец-то мы приехали в самое сердце Тляратинского района. Это село Чадоколоп. Так, по крайней мере, считаю я. И для начала, Анжела. И для начала мы пойдем гулять. Нет, Анжела, для начала у меня для тебя сюрприз. Догадываешься какой? Билеты на Мачрелло? Нет. Ну что? Та-да-да-дам. Сарай. Сарай. Будешь доить корову, Анжела? Ты же всегда мечтала это сделать. Ты что, серьезно хочешь, чтобы... Да. Ты хотела убрать навоз? Ты хотела убрать навоз? И подать корову. Я предоставляю тебе такую гениальную возможность. Ребята, она ждала тебя с самого утра. И так, Анжела, проходи, проходи. Вот тебе ведро. Вот тебе веник. Дивный запах. Вот сарай. Проходи, чувствуй себя, как у тебя дома. Ты это сейчас серьезно? Да, серьезно. Слушай, я, конечно, люблю... Слушай, она тебя ждет и жил. Я, конечно, очень люблю коров, но знакомство с селом я представляла немного по-другому. Ума. Ну, к сожалению. Все, мы пошли. Слушай, а что в это время будешь делать ты? Я... Я думаю, я попутешествую по селу, пообщаюсь с людьми, узнаю что-нибудь новенькое. В общем, мы найдем, чем себя развлечь, так что... Ну, шлакан, Анжела. Я тебе этого никогда не прощу. Я туда не зайду. Это почему еще? Ты посмотри на мою обувь. Так, Фарид, надевай калушу и изюм. Ты хочешь, чтобы я одна наедине осталась с коровой? Вечно ты такие испытания выбираешься. Привет! Да. Ну что, мне нужно подготовиться. Тетя Салихат, она не бодается? Бодается! Нет, знаете, чтобы не бодалось, можно теленка отпустить. А? Один сосок теленка будет бурка подать. Один я, да? А, один я! Ты это сняла? Ну что, Фарид, ничего не остается, как подоить корову. Ой, тетя Салихат, вы мне уже приготовили одежду. Так, держите. Это я просто боюсь корову. Ты скажи, корову не есть. Ну сейчас. Тетя Салихат, мне кажется, она меня не подпустит. Фарид, я ей не нравлюсь. Нет, тетя Салихат, я не буду доить корову. Тетя Салихат, она посмотрите, как смотрит на меня. Давайте лучше я уберу вам в сарай. Можно вот здесь вот? Давай попробуем. Нет, она будет бить меня. Блин, это такой кайф, Фарид. Малыш, прости, что отбираю твоё молочко. Малышко, приглашаю вас сегодня на какао. Коров и бычков в селе Чудоколов гусей очень много. Есть даже лошадки. Но что на самом деле редкость в этом селе? Это ишаки. Это единственный экземпляр, представляешь? Поэтому я предлагаю с ним немножко пообщаться. Привет, дружочек. Как дела? Ты грустишь? Давай мы ему дадим какое-то имя, чтобы как-то к ним обращаться. Давай ты будешь Фаридом. Ему не нравится имя Фарид Гузей. Или Анжелой. Нет. Я по лицу вижу, что нет. В общем, предлагаю назвать его Магикан. Последний из Магикан. Вот. Чтобы ни Анжела, ни Фарид, ни Гусей никто не обиделся. Ой-ой-ой. Какой он персик. У него такие прям грустные глаза. Просто сними на его глаза. Ну что, я как настоящая Чадоколубская горянка подоила корову. Теперь нужно убирать сарай. Пойдем? Пойдем, Фарид, пойдем. Ты знаешь, Фарид, на самом деле пахнет здесь мне очень страшно. И каждый год, когда я гостила у бабушки на летних каникулах, я всегда убирала сарай и доила корову. Кстати, я даю корову хорошо, правда? Они, наверное, сейчас катаются на лошадях. Нет. Я намерена его догнать, но он сейчас, мне кажется, уже сбежит от меня. В общем, я не знаю, что происходит. Он просто от нас убегает. Но я намерена продолжить с ним беседу. Так что я тебя догоню. Убежал. Никогда еще от меня так мужики не убегали. Я надеялась, что я на нем что-нибудь смогу перевести, перевести, перетащить. А сейчас убегает и думает, ты меня снимаешь, да? Ну да, Анжела бы так не убегала. Да, стой, даже лошадки нам помогают уже. Да подожди, мы просто хотим чуть-чуть поговорить. Чуть-чуть совсем. Ушел опять? Ушел? А я с ним хотела обсудить события, которые произошли в Америке. А он вот ушел даже на одной территории, сон она не хочет находиться. Поэтому он один. И всегда будет один. Одинокий иршак. Фариды ляжала. Прости, что запачкаю твою обувь. Ну смотри, разве я не умничка? Мне кажется, Ума специально меня сюда пригласила, чтобы я сделала порядок. У них сарай. Мне кажется, от того, чтобы поесть снег, стоило сюда ехать 4 часа. Пока там Анжела водится со своими коровами, я попробую горский деликатес. И поотдыхаем. И поотдыхаем вот тогда. Согласна с ним. Знаешь, Фарид, хочу тебе сказать, что о Чадакалубе я мало что знаю. А вот о выходцах этого села я могу рассказать очень многое. Ну что, все, Фарид? И ты знаешь, мне это все нравится, как это ни странно. Давай, оставайся. Фарид! Сейчас мы поднимаемся на самую высокую точку села Чадакалуб. Это легендарное место. Ну, как легендарное. Это место, в котором, как считают некоторые его жители, когда-то обитали злые духи, призраки и так далее. В общем, я предлагаю туда зайти. Мы почти дошли. Я вижу, что тоже устал, гусень. Так что, давай. Гуси, ты здесь? Ты же только что там был. Ладно. В общем, это все шутки шутками. На самом деле, мы сейчас зашли в очень опасное место, по словам жителей, потому что десятки лет сюда не ступала нога человека. Когда я была маленькая, я проходила мимо этого места и всегда смотрела на этот дом. И мне постоянно рассказывали множество историй. Было множество таких, знаете, жутких версий о том, что на самом деле здесь произошло. Конечно, ни одна не подтверждена. Можете увидеть, здесь все заросло. Крыши нет. Раньше была крыша. Я предлагаю гусень побыстрее отсюда сваливать, пока мы живы и здоровы. Что ж, Фарид, разумай нас покинула, будем изучать село самостоятельно. Хочу обратить твое внимание вон на ту гору. Лет 20 назад жители обнаружили на ней очертание профиля и назвали Байл-Шейх. Правда, кто такой Байл-Шейх, я не знаю, поэтому рассказать тебе о нем не могу. Но предлагаю зайти в гости к одному из старых аксакалов села. Говорят, что он много чего нам может рассказать. Амар Мансурович, мы вот гуляли по селу сейчас и увидели гору с расчертанием профиля. Расскажите, пожалуйста, об истории этой горы, об истории этого профиля. Там, значит, внизу этой горы, значит, похоронен он, Байл-Шейх. А кто он такой был сам? Ну, Шейх. Шейх. Шейх был. А что другое, я могу сказать. Видно, какие-то караматы у него были. Ну, точно я не знаю, какие караматы были, но я знаю, что там очень много людей ходят, ездят на зерат, оттуда издалека переезжают, из-за границы переезжают, и все идут туда. В общем, самое главное, что я сегодня узнала, пока мы спускались с этой, так скажем, горы, что Гусейн уже выучил несколько слов на аварском. Это Аллахабе, и Шайзи. Муэрл, мадмазель. Муэрл, мадмазель. Салам, салам, салам. Ну, это мы выучили еще в машине, это не считается. В общем, приезжайте, что такого тут можно за час выучить. Аварский язык. А сейчас мы зайдем в гости к единственному в чадо-клубе Массеру. Он вручную изготавливает пандуры и даже умеет на них играть. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы сейчас очередной пандур делаете, да, я так понимаю? Да, эту пандурю делаю. Сколько времени занимает изготовление одного пандура? Приблизительно неделю. Неделю. То есть за неделю, я правильно понимаю, уже будет через неделю у нас вот такой пандур. Да, уже готовый. Что самое сложное вот в этом деле? Самое сложное, она постоянно кругляже бывает. Полностью надо ее обделать, начиная с топором, форму делать. Потом форму рисунка делаю карандашом по этому форму. Рисунок вы тоже сами выбираете? Или какой-то шаблон есть, по которому вы работаете? Нет, я сам рисую это. Я сам это все делаю. Кстати, я вот еще слышала, что вы еще и хорошо играете. Да, умею играть тоже умею. Может, продемонстрируйте нашим зрителям, как вы играете? Пожалуйста. У гитары шесть струн, у укулеле четыре, у пандура две струны. Это как-то облегчает задачу научиться легче играть на пандуре? Ну, сравнивать с гитарой пандура легче. Примерно за какое время я могу научиться на ней играть? Если у тебя слух мелодии, если есть, за час можно. За час. А первые пальцы, да. Лет наверх. Давайте я попробую. Ну, я думаю, мне кажется, не так плохо. Медведь на уху точно не наступил. Ну, в общем, если я час порепетирую, я думаю, у меня что-то годное получится. Одной из значимых фигур для чадоколовцев был шейх Исмаил. По легенде, он был пастухом. Но жители села неоднократно замечали, что он оставлял отару, за которой, как ни странно, присматривали волки. Решив, что он колдун, они изгнали шейха из села. Единственное напоминание о нем сейчас – это вот этот вот родник. Уникальность его в том, что летом здесь безумно холодная вода, а зимой она теплая. Фарид, предлагаю тебе попробовать. Пожалуйста, я тебе доверяю. Оставим это Уме и гуси, ну ладно? Ну и самое главное, что нужно знать о селе Чадоколов, десятки лет назад люди строили здесь дома друг на друге. И когда в одном из них произошел пожар, огонь охватил все село, оно сгорело дотла. И тогда люди решили не сдаваться. Они решили возродить АУ и дождали ему новое название – Чадоколов, что переводится как «сгоревший хутор». Ну что, Май, как прошел твой день? По селу ходят слухи, что ты гонялась за ослом, но так его и не догнала. А мне рассказывали, что у тебя корова убегала. Знаешь, то предлагаю не верить слухам, а все посмотреть в программе «Дагестант туристический». Да. У тебя, кстати, чем-то странным попахивает Анжела. Знаешь, ты тоже не очень похожа. Главное, чтобы нас отвезли сейчас домой. Ты права. Я так и забрала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok